1997 год. Из каких-либо электронных игрушек у меня была лишь Dendy, тайваньско-китайская копия NES от Nintendo. В классе, где я учился, был друг Санёк, у которого дома было, пожалуй, все о чем мог мечтать маленький ребенок. Sega, Lego, тонны игрушек и домашний компьютер. И вот как-то раз он включил его, где помимо Херетика, Паркана и много других игрушек была она. Ворона, или как Иван Дурак, за кладом ходил. Игра была создана компанией O&P Software в 1992 году, а в 1994 году ее распространением в России занялась компанией Никита. Это безумно интересное творение, которое я ненавидел и любил одновременно, так как она была чертовски сложная и в то же время очень легкой. В игре имеется три сложности, но проходите, я буду на бронзе. Все начинается с олавки с надписью Лукоморье и кота, который предлагает поиграть в игру найти яблоко. До сих пор не знаю в чем прикол этой игры, но точно могу сказать, что будучи мелкими, мы очень сильно потеряли, чтобы угадать. После победы над котом, мы отправляемся на бой с Емельей. Чтобы отжать у него печку, самим такое добро нужно. Бой вполне несложный, когда ты взрослый и имеешь большой багаж по играм. А вот когда мы были мелкими, нам не всегда удавалось победить его. Мы имеем два вида удара. И ног в живот, и удар кулаком. И два вида уклонения. Удары производятся стрелкой вниз пробил, стрелку вправо пробил. У Вароджа использует стрелку вверх. Победив Емелю и отжав печку, нам срочно приспичивают догнать избушку на курьих ножках и объяснить, что дорога платная. Суть гонки проста. Догоняешь избушку, вырезаешь сзади, после чего она отлетает вдаль и едешь дальше. Из препятствий мы встречаем камни, кусты и указатели, которые наносят нам урон. Но по камням можно ехать, лишь чуть притормаживая. Остальное нас останавливает. Также, если обогнать избушку и дать ей врезаться в себя, то она мало того, что отнимет у нас одно яблоко, так еще и чуть-чуть себе восстановит. Поэтому не стоит подставлять себя. После безумной поездки останавливаем избушку и начинаем драться с самой Баба-Ягой. Файт мало чем отличается от боя с Емелей, но бабка намного сложнее. В арсенале все так же два вида атаки и два вида уклонения. Расправившись с бабкой, мы попадаем на болото, где в конце пути нас ждет царевна-лягушка. Но все по порядку. Вы не представляете, насколько это сложный уровень. С непривычки этот уровень займет у вас больше времени, чем вся игра в целом. У вас имеются две шкалы и три направления прыжка. Шкала по центру показывает силу прыжка. Шкала справа – то, как скоро обновится действие врага. Если зажать одно из направлений, то ты будешь накапливать силу прыжка. И вот тут самая сложность. Пока ты поймешь то, насколько сильно и слабо нужно прыгать, у тебя может идти около получаться. Но приноровившись, ты с легкостью сможешь прыгать туда, куда тебе нужно. Так, к примеру, близкий прыжок занимает 3,5 квадрата, а длинный прыжок – от 7 до 8 квадратов. Ну а дальше дело техники. Самое сложное – это рассчитать, когда нужно прыгать на голову водяному, чтобы успеть прыгнуть дальше до того, как он тебя скинет. Субтитры делал DimaTorzok После посещения лягушки мы отправляемся прямиком к Горынычу. Это еще тазоноза в заднице. Все из-за того, что у меня было лишь одно яблоко на его прохождение. А одно яблоко это всего лишь два попадания. Бой довольно прост. Чтобы уклониться, нужно нажимать стрелки вверх, вправо или вниз. Тем самым ты будешь защищаться щитом от огня. Вроде бой несложный и даже одно яблоко не проблема. Но центральная голова вообще редко хоть как-то реагировала на меня. Это я уже потом понял, что если сжать постоянно на какое-то направление, то голова не будет реагировать на тебя вообще. После долгих мучений я заметил, что перед тем, как извергнуть огонь из какой-либо головы, глаза у нее загорается красным. Поэтому все, что нужно, это следить за всеми тремя головами одновременно и не дать ему давить по себе более одного раза. После нанесения урона по одной из голов несколько раз, она становится серой. А когда остается менее трех яблок, то голова как бы полностью выходит из строя. И самым сильным удивлением для меня было то, что Горыныч умеет регенерировать свое здоровье. Если голова долго находится в подбитом состоянии, а яблок меньше трех, то голова оживает и тем самым восстанавливает яблоко. После эффекта востражения, наш Иван Дурак наконец-то добирается до сказочных сокровищ, после чего его ждет вольготная жизнь, царевна уже не лягушка и печка, которая отвезет тебя куда хочешь и топливо не потребует. Так же можно победить Горыныча и без полного прохождения с нуля, минуя проклятое полото. Но так мы не получим долгожданного сокровища за победу. Но это еще не все. В 1994 году также выходила и вторая версия игры, о которой я не знал. И лишь создание этого ролика помогло с этим. Игру адаптировала для западного рынка компания Maddox Games. По заставке сразу видно, что это английская версия. И что немаловажно, это музыка. Мне тут не придется самому добавлять ее на фон. А больше отличий я и не заметил. Так, давай посмотрим, что нас ждет. Хм, надпись у лукоморья нет. Да и звуки изменены. Да ладно, Катюша! Это под нее она предлагает Емелю отмудохать? О, а вот это уже лучше. Тут прям чувствуется атмосфера гонки. Давай, Ванька, жми! Ну не, музыка точно не для файта. Тем более с бабой егой. Хотя... Что? Это так они представляют музыку на болотах? Мне первое, что приходит в голову, это же не для тебя на удачу. Вот они, отголоски 90-х. Но зато я с первого раза прошел весь уровень. Кстати, тут еще можно стрелять из рогатки. Но я не понял, для чего это нужно. Ну, я cavalry ещё разу, раньше я покинулся из лук вверх. Закаваля. Хотя куда-то я listen. Вы- о да это прям чувствуется что битва не на жизнь а насмерть плюс того же звуки более кайфове вот такой была игра ворона или как иван дурак за кладом ходил игрушка очень веселая и однозначно заслуживает внимание а вы делитесь своим мнением в комментариях и рассказывайте о своих играх из детства спасибо всем за внимание до новых встреч до свидания а